Нужно быть внимательным, грамотным руководителем, все время интересоваться изменениями в законодательстве, чтобы в просаг завтра не попасть, иметь хорошую юридическую службу и там, где коррупционогенные места в своей деятельности, обращать внимание ежедневно в своей работе, это проведение тендеров, это подписание всякого рода комиссии по приемке и так далее. Вот эти вещи там должны работать, люди под контролем, их деятельность должна быть под общественным контролем, под контролем служб специальных, которые призваны бороться с коррупцией, я думаю, это в первую очередь. Законодательство, безусловно, я здесь с Харат Пенештем соглашусь, наверное, нам нужно в какой-то степени упрощать, оно иногда немного и сложное, потому что тот качественный контингент, который в Акиматах работает, на самом деле, допустим, для Павлодарской области, это с точки зрения ИЧАР, наверное, это не самый качественный, ну, в сельских, допустим, в Акиматах сельских, в районах зачастую, потому что заработная плата не самая высокая, в конкурентоспособном секторе, допустим, где промышленность, там повыше заработная плата, юристы и пограмотные специалисты, они в основном больше там работают. Вот так, в Павлодарской области, на юге я работал, там немножко по-другому, там за госдолжности, там конкуренция большая. Поэтому здесь, с этой точки зрения, где-то, наверное, в законодательстве какие-то изменения, наверное, нужно вносить. Вот так говорить, что априори все чиновники коррупционеры, я думаю, что это неправильно. Очень много патриотов, особенно в среднем звене, да, молодых людей, в низовом звене хотят работать, принести пользу другому народу, принести пользу, отстоять независимость нашей страны и всех обзывать априори Акимов или там других министров, представителей агенции, я думаю, это неправильно будет ни со стороны журналистов, ни со стороны, там, допустим, меня как коллеги. Ну, от тюрьмы до чему, да, как там, и до суммы, говорят же, по-моему, не зарекайся, если уж начал работать, надо работать так, чтобы не было потом стыдно. Вот, допустим, в моей позиции надо работать так, чтобы, первое, оправдать доверие главы государства, он доверил этот высокий пост мне, второе, я не должен разочаровать население, да. Поэтому я должен работать так, чтобы, как президент сказал, пыль столбом должна быть. Постараемся в следующем году, чтобы пыль столбом была.